Девятиклассники 161-й школы, которые записались на дополнительные занятия по химии, сейчас изучают тему природный газ. Они смогли самостоятельно напомнить другим школьникам о правилах пользования газовым оборудованием в квартире. То есть классный час проходит не как обычная лекция о правилах, а ученики сами подготовили информацию для урока. С этими проектами затем выступят и в других классах. Я думаю, это однозначно лучше, дает больше эффект, потому что когда это звучит не в виде наставления от учителя, от взрослого человека, а от своих сверстников, которые в этом вопросе показывают глубокие знания, они вызывают уважение и доверие. Классные часы о безопасности пользования газовым оборудованием проходят во всех параллелях. Если для ребят постарше в формате защиты проектов, то в начальной школе такие уроки проходят в игровой форме и с просмотром обучающих мультфильмов. Тема безопасного использования газового оборудования особенно актуальна для 161-й школы, ведь в округе много домов, где установлены газовые котлы и колонки. Как это все правильно донести до ребят? И мы используем разные формы для того, чтобы ребятам было интересно с одной стороны, а с другой стороны, чтобы это было полезно. То, что они узнают от нас на уроках, на внеклассных мероприятиях, они приносят домой. А сведения это не только интересные, но и поучительные. Классные часы о безопасности проходят в школе регулярно. Их тема зависит от тем, которые проходят ученики по программе или от времени года. Зимой обсуждают правила нахождения на льду, а перед летними каникулами говорят о правилах посещения пляжей и водоемов. Круглый год говорят о правилах дорожного движения, чтобы дети не забывали о безопасности. Такие уроки проходят в самарских школах по всему городу. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.